Вологодский театр Вологодский театр Вологодский театр Вологодский театр Вологодский театр В ohio годов, спектакль был поставлен режиссером Геннадием Николаевым. А я неоднократно приходил к Вампилову. В 1991 году я поставил в нашем театре в прошлом летом в Чулимске. В 2011 году старший сын. И вот в марте 2017 года Утиная охота. Не дают мне покоя вампиловские герои. Вот что пишет о спектакле Утиная охота московский театральный критик Ирина Алпатова. Практически весь спектакль сделан на резких сменах сна и яви. Собраны самых разных театральных приемов. Психологии, эксцентрики, почти клоунады, символики. Трагифарсовая атмосфера здесь как никогда уместна. Ведь персонажи ситуации пьесы не делятся на черные и белые. Виктор, наш спектакль был поставлен почти пять лет тому назад. И почти и более сорока лет не утихают споры о главном герое Зилове. Одни считают его негодяем, другие называют романтиком. Как вы относитесь к вашему герою? Что изменилось? Ваше отношение изменилось ли ваше отношение к герою за эти вот почти пять лет? Как вы сами относитесь к нему сегодня? С того момента, как я взял в руки роль, работа над этим персонажем, так скажем, не останавливалась. Вот и до сих пор не дает покоя. Что же все-таки это за герой? Все больше и больше прихожу к той мысли, что он такой романтик-неудачник. Он никак не может найти себе места в этом мире. Вот, кстати, по поводу того, что нужна ли сейчас эта пьеса, естественно, нужна, потому что сейчас, как никогда. На показ выставляется всеми образ удачной жизни у всех, особенно в социальных сетях, Инстаграм. Все пытаются показать, что они красиво живут. Успех. Постоянно видишь этот успех. И он иногда настолько надоедает, он становится противный, когда включаешь интернет и видишь постоянный успех, успех, успех. Но так же не бывает. Но это неправда все. И театр тоже сейчас уходит в такое немножко. Мне кажется, я понимаю, что сейчас все заняты тем, чтобы быть успешным. И театр тоже к этому стремится. Стремится быть успешным, зарабатывать деньги, чтобы приходили, люди отдыхали. Это все понятно. Но... А где человек, где человеку, еще как не в театре, увидеть и встретиться с этой проблемой, сидя в зале? Ну вот к нам за этим и приходят. Вот! Вот! Обязательно! Такие спектакли необходимы, пьесы нельзя о них забывать. Ну а все остальное мы уже скажем нашим спектаклем. Да. Смотрите. С удовольствием. Слушайте, воспринимайте, получайте удовольствие. Спасибо. 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 amo著 Да нет, он пошутил, как обычно. Ты что, его не знаешь? На этот раз все серьезно. Серьезнее некуда. Спорим, он распустил этот слух, а сам сидит в незабудке. Вы только подумайте. Еще вчера он собирался на охоту, шутил. Еще вчера. А сегодня? Такого я от него не ожидал. Он был Алик из Аликов. Какое несчастье! Я бы никогда не поверил, но знаете ли, последнее время он вел себя. Я далеко не ханжа, но должен вам сказать, что последнее время он вел себя весьма неосмотрительно. К добру такое поведение не приводит. Я не верю, не верю, не верю. Зачем он так сделал? Зачем? Скажи, он тебя любил? Я не знаю. Мы прожили с ним шесть лет, но я ему так и не поняла. Мы будем с тобой дружить. Будем. Хорошо. Я уезжаю навсегда. Напишешь мне письмо. Хорошо. Очень, очень приятно. Девушка, в таком состоянии одной вам быть нельзя? Да, но нет, конечно. И все-таки... Шесть часов. Мы ждем вас в незабудке. Договорились? Хорошо. Кто знает, если разобраться, жизнь в сущности проиграна. Постой, паровоз. Не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маленькой родной с последним приветом спешу показаться на глазах. Субтитры делал DimaTorzok ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Странно. Ну, вы будете разговаривать. Шуточки. Идиоты. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Дима. Ты понял? Это называется переменная облачность. Льёт, как из ведра. Поздравляю, старик, ты оказался прав. Да вот насчёт дождя чёрт бы его подрал. Целый год ждали и дождались. Кто разговаривает? Зилов. Да, конечно. Ты что, меня не узнал? Умер. Кто умер? Я? Это... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Живой вроде бы, да. Живой. Да, голова-то, естественно, да. Да нет, вроде бы цела. Цела. Вчера, да вот вспоминаю. Нет, всего я не помню. А что? Что-то случилось? Скандал? Да, скандал помню. Зачем устроил? А я вот сам думаю, зачем? Чёрт знает, зачем. Слушай, Дима, а чем закончилось? Милиции не было? Свои, да. Что обиделись, да. Что они жуток не понимают. Ну и чёрт с ними. Переживут, верно? Вот и я так думаю. Да. Дима, слушай, когда теперь выезжаем? Что? А когда он начался? Ещё вчера. Да что ты говоришь? Нет, я не помню. Да. А драки вчера не было? Нет? Странно. А вот кто-то врезал. Разок. Ага. По морде. Интересно, кто? Ты не видел? Нет? Ну не важно. Да нет, ничего страшного. Удар вполне культурный. Слушай, Дима, а что если он зарядил на целую неделю? Да нет, я не волнуюсь, просто я… Ну ясно, ясно. Сижу дома в полной готовности, жду звонка. Жду. Войдите. Привет. Здравствуйте. Скажите, вы Зилов? Ну я. Вам. Мне? Зачем? Ну вы Зилов. Слушай, парень, ты что-то путаешь. Значит, вам. Ты кто послал? Мне надо идти. Ну-ка сядь сюда. Садись. Незапвенному, безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных… Друзей. Нет, ты понял в чем дело? Зила Виктор Александрович – это я и есть. И видишь, жив-здоров, как тебе такое нравится. А? Где они? Внизу? Нет. Они ушли. Ушли? Пошутили и ушли. Ага. Я пойду. Давай, проваливай. Не стой. Скажи, тебе такие шутки нравятся? А? Остроумно это или нет? Нет, послать товарищу на похмелье. Такую штуку. Да еще в такую погоду. Разве это не свинство? Друзья, по-моему, так не поступают. Как ты думаешь? Я не знаю. Меня попросили, я принес. А ты тоже хорош. К живым людям венки разносишь. Но я-то не знал, что вы живой. А если б знал? Не понес бы? Нет. Ну спасибо и на это. Где они? Что они тебе сказали? Пятый этаж. Двадцатая квартира. Постучай. Просить Зилова. Вручи. Все. Ну, видишь, как просто. А сколько смеху, да? А что ты не смеешься? Ну, смешно или нет? Наверное, у тебя нет чувства юмора. Витя Зилов, первое место. А за что? Ну, смешно или нет? Слушай, может и в самом деле мы с тобой перестали понимать шутки. Тебе надо идти. Да. Уроки надо готовить. Да-да-да, уроки дело серьезное. А как тебя зовут? Витя. Оказывается, ты тоже Витя. Тебе не кажется это странным? Да я не знаю. Ладно, иди. Заходи как-нибудь. Зайдешь? Хорошо. Значит так, пошутили и разошлись. Не жди меня, папа, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная тресина. И жизнь моя вечная игра. Итак, товарищи, скинемся. Продолжим этот вечер до бесконечности. Скинемся на венок. Скинемся на венок. Maintenant, последняя... isters. Зин, Веру пригласите, пожалуйста, к телефону. Кто вызывает, скажите, Зилов. Да, Зилов занята. Ясно. Зин, Веру. Дима, привет. Дима. Дима, привет. Дима, ну, обрати внимание. Привет, ребята. Привет, Дима. Как ты, старина? Спасибо, нормально. А ты? Неплохо. Уже собираешься? Уже собрался. Уже собрался. Молодец. Еще полтора месяца. Подумать только. Доживешь. Не знаю, Дима, когда жить. Когда жить, не представляю. А ты жди спокойно. Если хочешь, чтобы из тебя вышел охотник, не волнуйся. Главное, не волноваться. Слушайте, ребята. До вашей охоты еще полтора месяца. А до конца обеденного перерыва 35 минут. Мы зачем сюда пришли? Забыл. Да, Дима, у нас всего полчаса. Надо выпить и закусить. Управимся? Попробуем. Значит так, три салата, три шашлыка и выпить. А что он пьет? Ой, по-моему, публично. Он вообще не употребляет. А винишко? Ты смотри, обеденный перерыв. Насчет этого он сам знаешь. Мы ждем шефа. Ясно. По-моему, он глушит водку по ночам. И правильно, между прочим, делает. Ну, умеет человек. Вот все умеет. Есть свежее пиво. Вот пиво не надо. Бутылку вина. Две бутылки. Гуляем. Поздравь его. Получил квартиру. Серьезно? Да сам не верю. А где? У моста. Точно? Значит, будем соседями. Маяковского, 37. Квартира, 20. Ну, так и отлично. Поздравляю, старичок. Молодец. Значит так, новоселье 8.00. Я тебя жду. Спасибо, Витя. Но я не могу. Сегодня я работаю до 11. Ну, так подменись. Бесполезно. У нас все в отпуске. Заболей. Нет, старичок, так я не делаю. Жаль. Извини, но сегодня никак. Ничего не получится. Два вина, три салата, три раза шашлык. Но учти, с тебя полбанки. Какой разговор. Гляди, какой стал. А в школе-то, в школе-то робкий был парнишка. Кто мог подумать, что из него получится официант. Э, видел бы ты его с ружьем, зверь. Скажи-ка. Что ты, полсотни метров в лед глухо? Мне бы так. Слушай, а шеф будет на новоселье? Конечно, и он за вами заедет. Да, ах ты что? А чего это ему вздумалось с нами обедать? А где ему обедать? Ну, у него же дом рядом. Да и потом, без жены он сам, знаешь, ни шагу. Он жену вчера на юг отправил. Ну, кто-то загулял, мужик? Загулял? Нет, что не говори, он человек серьезный. Ну, вот квартиры. Обещал, делает. Ты получил, я получил. Говорят, у него там рука, это верно? Ну-ка, стой, так? В чем дело? Не шевелись. Ой, да это Верочка. Твоя любовь, не струйка дыма. Сегодня нам лучше не встречаться. И вообще, она мне надоела. Бесполезно, Витя, она тебя заметила. Нет, ну что за порядки в этих магазинах? Вечно она шатается в рабочее время. Да. Играет музыка Привет, Алики! Давно я вас не видела! Так вы меня ждали! Чудненько! Привет, малютка! Здравствуй, Алик! Я так понимаю, еще раз шашлык? Да, будь добр! Что, веселишься? Получил квартиру? Ну, получил! Очень за тебя рада! А где ты пропадал? Дома, Верочка! Дома и на работе! А если я соскучилась? А у нас дела! Дела днями и ночами! У нас вся контора в отпуске! Мы вдвоем пластаемся с ним! Горим трудовой красотой! Смотри, Алик, я найду себе другого! Сама найдешь или тебе помочь? Спасибо сама, не маленькая! Слушай, а чего это ты всех так называешь? Как Алик? Да вот! Алик! Это что значит? Алкоголик, что ли? Да, она сама не знает! Или, может, это у тебя первая любовь? Алик! Угадал! Первая Алик, вторая Алик и третий Алик! Все Алики! Ну, понял что-нибудь? Идет! Наше начальство! Не советую вам при нем афишировать свои отношения! Очень серьезный товарищ! Да, при нем полегче! Ладно, ладно, поняла! Мы с ним друзья, не больше! Ясно? Да ясно, Алик! Мы с ним одноклассники! Увидимся вечером! Сегодня? Нет, сегодня, Верочка, я не могу! А почему? Скажи честно! Ну, пожалуйста, у меня сегодня новоселье! Новоселье? А почему бы тебя меня не пригласить? Тебя? Я бы с удовольствием! Но жена, я думаю, будет против! Да почему? Ты встречаешь одноклассницу, приглашаешь в гости, ну что тут особенного? Думаешь, жена у меня дура! А что умная? Так познакомь меня с ней! Это зачем? Хочу ума, разума набраться, что нельзя! Этого только не хватало! Не говори глупостей! Завтра увидимся! Все! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день! Здравствуйте! Ее зовут Вера! Очень, очень приятно! Под шашлычок, не возражаете? А ну, конечно, обеденный перерыв! У нас, знаете ли, насчет этого принципиально! Ну ничего, в виде исключения не повредит! Вы думаете? Ну что ж, в виде исключения разве что почему бы и нет? И потом, это ведь не водка! Да и причина крупная, Вадим Андреевич! Человек квартиру получил? Шутка ли? Да, и причина серьезная! Считайте, Вадим Андреевич, что это небольшая разминка! Перед вечером ждем вас в восемь! Право я не знаю, идти ли мне! У меня, знаете ли, и настроение неважное! И жена у меня отсутствует в настоящее время! Вадим Андреевич, ну мы же договорились! А где, если не секрет, жена ваша? А она, видите ли, в Сухуми отдыхает! Она, значит, отдыхает! А вам что, нельзя? Да, действительно! Но, с другой стороны, она там одна, а я в гости, видите ли! Веселиться, это вроде бы неэтично! Как вы думаете? А я думаю, что вы хороший муж, но прямо музейная редкость! Такому мужу куда угодно разрешается, в любую компанию! Нет, решено, вы приедете! Вы не подумайте, я далеко не ханжа, но одним словом, словом, я согласен! Смотрите, Верочка, выходит, вы меня совратили! Ой, ну до этого еще далеко! А было бы ничего, было бы интересно! Вы думаете? Верный мужья, моя слабость! А, Вадим Андреевич, дерегитесь! А знаете что? Я буду называть вас Аликом! Не возражаете? Аликом? Но почему Аликом? Вам не нравится? Ну я, я право не знаю! Ну, пожалуйста! Ну, я не знаю, Алик, странно! Ну, если вы хотите, если вам так нравится! Ну, давно бы так, Алик! А знаете, здесь неплохо готовят! Я, правда, давно здесь не бывал! А вы заглядывайте, здесь бывает музыка! Что, и сегодня будет? Обязательно! А что будет? Музыка! А, обязательно! Но вы ведь сегодня идете на новоселье! А вы, вы разве не идете? А меня туда не приглашают! Разве? Да нет, 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 все правильно! На новоселье обычно приглашают кого? Друзей! А мы с Виктором так учились когда-то в одной школе, случайно встретились! Вот как! Поэтому какое же приглашение я и не напрашиваю! Да что ты выдумываешь! Я просто не успел тебя пригласить! Милости прошу! Спасибо! Но только не думайте, что я напросилась! Ну что вы, да кто так думает? Никто! Нет, всем будет очень весело! Короче, тебя там только и не хватало! Запиши адрес! ПОЕТ Отбор не проснул, в золотом мебель, не в прошлом свет. Есть две звезды и солнечный свет, есть в золотой и тепло огня. Мир у меня, есть и у меня все, что в жизни есть у меня. Все, что радость каждого дня. Все, хочу приводить, если ты, если ты, если ты, если ты, все. Жратва, я тебе скажу, не шуточная. Никто из них не заслужил такой жратвы, ну кроме начальства. Все ничего, но на что мы их усадим? Так, женщина на койку, я сяду на стул, а остальные на пол. А начальство? На пол, в следующий раз буду давать квартиру с мебелью. Позор, трое на кровати, стул, чемодан. Пять мест, а будет раз, два, три, шесть. Шесть человек. Семь. Почему семь? Мы, Саяпины, Кузаков, Кушак, Кушак, ты говорил, без жены. Итого шесть. Шесть персон. Семь персон. Вот как? А интересно, кто? Неужели этот твой ужасный Дима? Да нет, сегодня он работает. А что это он ужасный? Я не знаю, но он ужасный. Один этот вот взгляд чего стоит. Я его боюсь. Да ерунда, нормальный парень. А кто, интересно, седьмой? А, одна милая женщина. Да? А что, я тебе не говорил. Представь, нет, сюрприз. Ой, совсем забыл. Ее зовут Вера. И, насколько я знаю, она так, ничего себе интересного. В общем, Кушак от нее в восторге. А, понятно. В первый же вечер из нашей квартиры ты устраиваешь. Перестань. У него чистая любовь. Чистая любовь. А жена будет сидеть дома. А вот жена ему, старая ведьма. Он просил меня с тобой поговорить. Я за мамой. Интересно, о чем? Ну, чтобы ты ему разрешила здесь встретиться. А если я говорю нет? Так, поздно. Я не хочу, чтобы у нас, в нашей квартире. Да что ж ты сделаешься с нашей квартирой, если бедняга Кушак, между прочим, эту самую квартиру выбил на мот. Да что с ней сделаешься, если он помечтает пару часиков, скажет милой женщине пару ласковых слов, что от этого потолок обвалится? Мне это не нравится. Ну, дело, конечно, не в квартире. Надеюсь, ты так не думаешь. Просто я посочувствовал человеку. И ты посочувствуй. Ну, нельзя же быть такой бессердечной. Конечно. Для друзей ты готов на все. Перестань. Давай я лучше тебе помогу. А у меня все готово. Прекрасно. Предлагаю выпить. Вдвоем? Ну, конечно, по одной. Нет. Давай, как полагается. Дождемся гостей. Лучше, я думаю, водки для начала. Ну, нехорошо. Придут гости, а мы с тобой косы. Ой, велика беда. Не напивайся сегодня. Слышишь? Ну, ладно, ладно. Ну, за новоселье. Угу. Вчера, когда переезжали, сажусь в машину и думаю, ну все. Ну, прощайте, тетя Мотя, дядя Петя. Привет, предместе. Едем на Бродвей. Салют. Мы здесь живем дружно. Верно? Конечно. Так в самом начале. Но вечером будем читать. Разговаривать. Будем? Обязательно. Одно. Нехорошо. Когда тебя нет дома и не знаешь, где ты. А мы здесь устроим телефон. Ох, не люблю я телефоны. Когда ты говоришь со мной по телефону, мне кажется, что ты врешь. Ой. Чего? Напрасно. Напрасно ты не доверяешь технике. Между прочим, ей принадлежит будущее. А я сегодня получила письмо. Да? Да. И так неожиданно. И как ты думаешь, от кого? И от кого же? А представь себе, от друга детства. Наши родители дружили, а мы с ним были жених и невеста. А расставались, когда нам было по 12 лет. Он был такой смешной. Когда прощались, он вдруг заплакал, а потом говорит так серьезно. Галка, укуси меня на прощанье. Ну как, укусила ты его? Да, запали. Ой, забавно. Пишет, что у него не удалась семейная жизнь. Намерен век прожить холостяком. Что ж, неплохая мысль. Мир не век прожить, нам всем не берет. Но не боюсь, я не мури, не трогаю. Более прожит голод, не страшен свой. И если сам оттенок, ты являешься вновь. И не грусти, и дрянь не грусти. Когда укусила, нет беда на пути. Вину я строгу, любовь храня. Ведь у меня есть и у меня. Все. Кажется, кто-то приехал. По-моему, к нам. По-моему, они. Ну, конечно. Саяпин. О, Лерочка, его преподобная. А третий кто? Да шеф, его машина. А Кузаков? Придет, куда он денется? А, милая женщина. Женщина. Все в порядке. Она будет позже. Прошу. С новосельем. Сердечно поздравляю. Ну, ну. Дайте. Дайте взглянуть. Годится, годится. Подходящая изба. Да, славная квартирка. Славная. Желаю. Желаю от души. Вода. Холодная, горячая. Красота. Газ. Квартирка чудесная. Нет, стой говорить. Изба в порядке. А балкон? Люк или север? Да, квартира. Дело большое. Еще раз поздравляю. Еще раз благодарим. Красота. Да, чудесно, чудесно. И что, все уже в сборе. Ее нет, но скоро появится. Будьте уверены, вы ее заинтриговали. Ты думаешь? Ну, не скромничайте. Она на вас упала. Виктор, как ты выражаешься? Ха-ха-ха. И что ты хочешь сказать? Я хочу сказать. Не зевайте. Да, удобно ли? Посуди сам, Виктор. Здесь Саяпины. Твоя жена этично ли это? Ерунда. Все это делается сходу. Хватайте быка за ругой. Ай-яй-яй, Виктор. Не знал, не думал, что ты такой легкомысленный. Смотри, Виктор, ты меня развращаешь. Давно хотелось сделать вам что-нибудь приятное. Мебель. Немедленно мебель. Да, мебель необходима, необходима. Но не все сразу. Потихонечку, можно сказать, помаленечку. Да, да. Ну, поздравляю. Теперь у вас начнется нормальная жизнь. Муа-муа. Толечка. Да. А если через полгода мы не въедем в такую квартиру, я от тебя сбегу, я тебе клянусь. Ну, через полгода этот вопрос утрясется. Я так думаю. О, Вадим Андреевич, да я готова. На что? Я готова на вас молиться, честное слово. Ну, молись, дочь моя. А здесь будет телевизор. Рядом диван, с ним холодильник, в нем пиво, прочее. Все для друзей. Вадим Андреевич, встречайте. А кто там? Знакомая, Вадим Андреевич. Одна милая женщина. Какая знакомая? Молодая и интересная. Скажите, какой молодец. Ему же сорок, наверное. А кто молодец? Ну, Вадим Андреевич, конечно же. Сорок шесть ему, милая. Знакомьтесь. Меня зовут Вера. Валерия. Очень приятно. А моя жена? Хозяйка дома. Галина. Очень приятно. Поздравляю вас с новосельем. А, вот. Что? Что там? Что там? Опа, я думаю. Покажите, я умираю от героев. Ну, и кот. Напугали, честное слово. Усы, а? Усы. А глаза? Как живые. Мелестные подгарки. Очень симпатичные. Большое спасибо. А представляете, я дала ему имя. Интересно, какое? Я назвала его Аликом. Ай, боже мой. Верочка. А если вам нравится, можете так его называть. Алик. Чудесное имя. Он принесет вам счастье. Уже чувствуется. Ну, а теперь наша очередь. Толечка Волокин. Нет, нет. Пусть он сначала угадает. Ох, Кузаков. А что я должен угадать? Ну, угадай, что мы тебе подарим. Опа, опа. Эй, приветствую всех в новом помещении. Так, кажется, не опоздал. Нисколько. Дарим подарки. Подарки. Что ты так на меня смотришь? Думаешь, пришел с пустыми руками? Витя, пойдем. Ты мне поможешь. Даже так? О-о-о. Ну что, доставать? Нет, нет. Посмотрим сначала, что он там выдумал. Толя, пойдем, поможешь тоже. Интересно. Так, один он не донесет. Вы подумайте. Это будет вам. Давайте лучше к столу. О-о-о. Спасибо, Андреевич. Так. О-о-о. Сись. А, Вишка, а, почему? О-о-о. Тихо, здорово. О-о-о. На меня давай. О-о-о. 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 О-о-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о. Спасибо, Кузя. Лучше нельзя было придумать. Модерн, садись, бродяга. Нет, нет. На нее сядут дамы. Верочка, прошу вас, садитесь. Спасибо, Алик. А теперь мы. Вадим Андреевич, Толечка. Спасибо. Помогите, пожалуйста. Подарок в студию. Минуточку. Минуточку, внимание. Так, угадай, что мы тебе подарим. Эх, подарите мне остро. Ну, если вам не жалко, конечно. Ну, серьезно. Ну, я не знаю. Ну, ну, вот что ты больше всего любишь? Так, а что я больше всего люблю? Ну, жену это само собой. Ну, нет, что вы давно не любит. А может, любовь не тихит? О, Ирочка. Ну, серьезно. Да вот я соображаю, никак не могу сообразить. Ну, тупица. Ну, сообразил. Ну, что ты любишь в самом деле? Ну, друзей. Друзей он любит больше всего. Женщин. Подарите ему женщину. Все, тепуха. Больше всего на свете Витя любит работу. Ну, зачем же так? Ну, действительно. Да. Деловой жилки ему не хватает. Ну, ведь он же способный парень. Ну, зачем так? Да, да. От него ничего не добьешься. Ты не знаешь. А мы знаем. Мы знаем, что ты больше всего любишь. Музыку. Субтитры подогнал «Симон» 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 Приходите, но предупреждаю, дичь будет из магазина. Но как же так? А у него так. Все сборы да разговоры. Эй, не слушайте ее. А что, неправда? Ну давай, скажи, убил ты хоть раз, хоть что-нибудь, признайся. Хоть вот такую вот маленькую птичку, ну что ты ему показываешь? Он в такую не попадает. Ладно, ладно, что вы в этом понимаете? Витя, ты чтобы наверняка стреляй по этим, они не улетят. Поживем, увидим. Прошу к столу. Алик, что ты все время высматриваешь? Что ты там оставила? Автомобиль всего-навсего. Нет, то есть да, именно автомобиль. Вадим Андреевич, а нам тут удобнее. Поглядывай. А вы, Алик, прошу вас, садитесь, не стесняйтесь. Простите, вы назвали меня Аликом, а мое имя Николай. А какая разница? Верочка. А, совершенно верно, он похож на кота. Не спорь, ты на него похож. Посмотрите, копия. Никакого скотства, это провокация. Не спорь, старик, смирись. Ну, хорошо, но позже я потребую у вас объяснений. Ладно, объяснимся. Ну что, поехали. Понеслись. Стойте, стойте, стойте. Понеслись, поехали. Пивной, что ли? Здесь новоселье, по-моему. Ну, а что ты предлагаешь? Ну, есть же какие-то обычные традиции. Ну, кто-нибудь знает, наверное. И я, я могу сплясать на столе, если хотите. Верочка, как она шутит, не подрагаивает. Смутно вспоминаю. За четыре угла пьют по традиции четыре раза. О, да. Смутно вспоминаю. Ах вы, обормоты. Вадим Андреевич, вся надежда на вас. Друзья, не будем ломать головы. Вы, люди молодые. А вы, Вадим Андреевич. Да не припятняйся, Альк. Ты еще не так плохо. Благодарю вас. Благодарю. Итак, мы, люди молодые, к чему нам эти дедовские премудрости просто поздравим, хозяев с новосельем, выпьем за новую квартиру. Ну что, друзья, поехали. ПОДПИШИСЬ! А твоя жена мне понравилась. Удивляюсь даже, как тебе удалось на такой жениться. Не знаю, Верочка, не знаю. Это было давно, шесть лет назад. Представляю, сколько она от тебя натерпелась. Ты же Алик из Алика. Ладно, не болтай. Позвони мне завтра на работу. Позвони. Если будет время. Ну, как хочешь. А этот подрячок, он, кажется, на что-то надеется. Пускай надеется. Жалко, что ли. А может, мне с ним пойти, а? Как? Ты не против? Слушай, делай, что хочешь. Ты сама все это затеяла. А может, пойти? Начальство все-таки. Ну, так иди. Какой вечер? Просто волшебный, если можно так выразиться. Я благодарю судьбу. А вы не судьбу. Вы его поблагодарите. Разумеется, Виктор. Огромное тебе спасибо за гостеприимство, за все. И вам, Галина Николаевна, огромное спасибо. Этот вечер я запомню на всю жизнь. И я тоже. До свидания, Альки. До свидания. Вот и хорошо. Приятный вечер. Все довольны. Слушай, а Вера, кто она такая и откуда? Что, понравилось? Откровенно говоря, да. Ну, так займись, в чем же дело? Но я не пойму, при чем здесь кушат. Что между ними? Между ними почти ничего. Одна его пьяная фантазия. И я так думаю. Да говорю тебе, бедняга зря старается. Так значит, все ее это легкомыслие, оно показное. Ты думаешь? Ну, конечно. Ты разве таких не встречал? Каких? Да таких, как она. Они напускают на себя черт знает что. А на самом деле... Что на самом деле? Да, Витя, она совсем не та, за кого себя выдает. Старик, ты ошибаешься, как всегда. Виктор, могу я с тобой поговорить? Можете, можете. Я с ним уже наговорился. До свидания, Виктор. Привет, Коля. Ну, Виктор, она... Ну, в общем, я от нее в восторге. Но каким образом? Вы что, не знаете? Обещайте, клянитесь, угрожайте. Ну, как обычно. А, ну, в какой форме? Боже мой, я золочу, женюсь, убью. Что вы можете еще и сказать? Действуйте. Виктор, а ты уверен, что не выйдет чего-нибудь скандального? Да вы как маленький, ей-богу. Виктор, ты не подумай, я далеко не ханжак. Будьте мужчиной, и все будет в порядке. Будьте мужчиной, и все будет в порядке. По-моему, я напилась? Конечно, пьяная в лоскуты. Ой, что же гости подумали? А, они мне надоели. Слушай... Слушаешь, что я тебе скажу? Ну? Я хочу ребёнка. Опять? Ну, пора нам с тобой, слышишь? Ты думаешь? Никогда я его так не хотел. А ты? Что ты на это скажешь? Ну, если пора в самом деле, то почему бы? Нет. Ты его не хочешь. Что ты? Что ты выдумываешь? Я ведь не против. И вообще, это ведь не проблема. Сказано, сделано. Тебе он не нужен. Виктор. 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 Что такое? Ну, она. Она исчезла. Кто исчез? Женщина или машина? Женщина. Она сбежала. Что это значит? Как это называется? Динамо. Динамо. Это называется Динамо. Она вам прокрутила Динамо. Не понимаете? Виктор. Ты меня разочаровываешь. Алло. Там Кузаков у вас далеко? Его нет. Не приходи. Ясно. Герой информации. Дайте трубочку Саяпину. Что? Его не было? Ясненько. К работничке. Джей Малышев. ПЕСНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВУКОВОЙ ПЕСНЯ Шеф озверел! Знаешь, что он придумал? Требует модернизацию, молодое растущее производство, поточный метод, срочно! Ну, он это придумал еще на прошлой неделе, ты что, не помнишь? А у нас есть что-нибудь похожее? Похожее! 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 Есть! Есть, Критика! Есть! Вот, смотри, фарфоровый завод! Но он лежит у нас уже целый год! Ну-ка, дай-ка взглянуть! Так! Ух ты! Смотри-ка, молодое растущее производство! Так! Поточный метод! Так! Так, модернизация! Ну, это проекты! Так, а кто автор? А, Смирнов! Главный инженер, знает такого, серьезный товарищ! Витя, ну это проекты! А проекты нам не нужны, нам нужны факты! Факты? А где ты их сегодня возьмешь? А завтра? Так, 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 так... Инженер излагает все в настоящем времени! Ну и что? Как что? Сколько сей труд лежит у нас? Примерно год! Вот и прекрасно! Будем считать, что все эти чудесные проекты осуществились! Мечта стала явью! Я подписываю! Правильно, но рискованно! Ерунда проскочит! Никто внимания не обратил! Подписывай! Нет, все-таки придется позвонить на завод! Главному инженеру! Боишь, что инженер нас разочарует? Будем оптимистами! Покорим! Тебе письмо! От женщины! От Зилова А.М. Письмецо от внука получил! Пидоц! От папаши! Посмотрим, что старый дурак пишет! Ну-ну! Опять он умирает! Нет, ты подумай! Раз или два в году, как правило, старик ложится помирать! Вот послушай! На сей раз конец! Чует мое сердце! Приезжай, сынок, повидаться тем паче! И мать надо утешить! Не видела она тебя четыре года! Нет, ты понимаешь, что делать? Вот разошлет такие письма во все концы! И лежит собака ждет! Родня такая дура наезжает! Ох! Ах! А он и доволен! Полежит, полежит! Потом, глядишь, поднялся! Водочку принимает! Что ты на это скажешь? А сколько ему лет? Да за семьдесят! То ли семьдесят два, то ли семьдесят пять, так что-то! Старый! И правда может помереть! Да нет! Папаша у меня еще молодец! А ты бы взял, да и съездил! Когда? В отпуск! В сентябре! Отпуск! Время неприкосновенной! Охота! Скоро умру! Да что ты! Живи до ста лет! До ста лет осталось совсем немного! Ты еще молодец! Мы с тобой еще на уток пойдем! Надо только, конечно, подлечиться! Ты знаешь, я знаю, старость неизлечима! Да ты мудрец! Мудрость это, когда уже ничего не остается, а помирать все-таки придется! Ну так что со статьей? Что будем делать? По-моему, мы договорились! Сдаем! Нет, я не могу! Тем более сейчас, когда вопрос о квартире стоит особенно остро! Знаешь что? Давай-ка бросим жерейки и делу конец! Значит так, Орел встаем, Решка! Признаемся, что никакой статьи нет! Давай-давай-давай! Здравствуйте! В чем дело, девушка? Это редакция! А что случилось? Да мне нужно запечатать объявление! Объявление? Угу! Какое объявление? Да я потеряла одного человека! Мы должны были встретиться с ним сегодня! Ну что-то не так пошло! Садитесь! Расскажите, не торопясь! Думаю, что мы и вам поможем! Спасибо! Пожалуйста! Мы сделаем все возможное! Особенно он! Спасибо! Спасибо вам большое! Еще раз, пожалуйста! Но в чем дело? Мне очень нужно найти одного человека! Мы с ним сюда вместе ехали! Ну в одном вагоне! Его зовут Костя! А вот фамилии-то я и не знаю! Дальше! Я его обманула! Я не виновата! Честное слово! Что же случилось? Дальше! Мы должны были встретиться с ним сегодня! В 12 часов у этого главпочтампта! Главпочтампта! Да! И как раз сегодня вот у нас сочинение! Что? Вступительное? Да! Я поступаю в Иняз! В Иняз! Если б я знала, где у вас этот почтампт, я бы это сочинение написала раньше! В общем, я прибежала! А его нет! Все! И все! Вот так вот нехорошо получилось! Да! Неслыханный обман! В нашем городе девушка так не поступает! Вы откуда приехали? Я? Угу! Это? С Михалевки! Это где же у нас такая? Это далеко на севере! Ага! Зовут-то вас как? Ирина! Хорошее имя! Ну так что же, Ирина, как вы дальше жить будете? Если вы напечатаете объявление... Ну какое объявление? Так я уже все придумала! Можно так! Костя! Я тебя обманула! Жди меня 5 августа в 12 часов у главпочтанта! Я тебе все объясню! Ирина! Только я не обманула, а опоздала! Можно? Можно так? Можно? Жди меня! Спасибо! И я вернусь! Только очень жди! Оп! А неужели нельзя? Он обязательно прочтет! Он все газеты читает! Он на каждой станции газеты покупал! А он сам еще стихи пишет! О! Так он поэт! Ага! Шутите! Он же всего два стихотворения это написал! А третье прямо в вагоне! И посвятил его вам! Не так ли? А откуда вы знаете? Ну как же! Он посвятил вам стихотворение! И вы его за это полюбили! Разве не так? Полюбила? Разве вы его не любите? Нет! Что вы! Конечно же нет! Тогда зачем же вам его искать? Так чтобы объяснить! Ведь получается я-то его обманула! Что ты на это скажешь? Люби меня, детка! Пока я на воле! Люби меня, детка! Пока я твой! Чем вы занимаетесь? Вы? По какому вопросу, девушка? Ее зовут Ирина, она по личному вопросу! Только не говорите мне, что она ваша одноклассница! Молчу! Если бы даже сказал, никто бы мне не поверил! Она ищет друга! Здесь, среди вас? Да нет! Я хочу напечатать объявление! Объявление у нас с какой стати? Ну ведь это редакция! Редакция! Нет, девушка, вы ошиблись! Здесь не редакция! Как? Все, все в порядке! Редакция рядом! Зачем вы так? Я не понимаю! Что здесь непонятного? Вам нужна редакция! А наше учреждение называется ЦБТИ! Центральное бюро технической информации, если угодно! Ага! БТИ! Извините! Ничего, ничего, очевидно вас ввело в заблуждение слово информация! Всего вам хорошего! И вам! Зачем вы так? Не волнуйтесь, Ирина! Все будет хорошо! Минутку! Вы думаете заниматься статьей или нет? Думаем! Думаем, думаем! О чем вы думаете здесь дом свидания или сколько можно предупреждать? Да при чем здесь я? Вы же знаете, я к женщинам равнодушен почти! Безобразие! И в конце концов, всему есть свое место и время предупреждаю в последний раз! И займитесь работой! После обеда я ее отправляю в типографию! Как ее? Я помогу! Ему девочки, а мне выговоры! Алло, редакция? О, Кузаков! Кузаков, слушай, Зилов у тебя? Да Зилов, говорю, у тебя? Нет! Скотина! Да не ты! Нет, ну если хочешь, то ты тоже! Ну, что ты про нее скажешь? Да иди-ка ты вместе с ней знаешь куда? Куда, куда, куда? Я думаю в кино! Для начала, а? К черту! Они требуют статью, мы что будем делать? Слушай, ты что не понял? Такие девочки попадаются нечасто! Да я может всю жизнь ее буду любить! Стой, стоять, стоять! Стоять, я тебе говорю! Да что такое? Они требуют статью! Что делать будем? Так, подписывай! Я не могу, я серьезно рискую, ты же понимаешь! Да что, в первый раз что ли? Он на тебя зуб имеет, что за новоселье, ты не забывай. Так, а где у нас монета? Жеребник. А? Как у нас было? Орел сдаем, Решка признаемся, что статьи нет. Так, 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 это что? Решка. 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 Дааа, слушай, по-моему ты перепутал. Решка сдаем, Орел признаемся, что никакой статьи нет. Давай еще раз. Давай. Давай. Ну, Орел. 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 Орел, ничего не поделаешь, придется заняться этой дурацкой статьей завтра. Нет, стоять! Я один к нему не пойду, один, я отдуваться не намерен, пойдем вместе. Да вот еще кошмар, слушай, бог троицу будет, бросим третий раз. Орел сдаем, Решка, признаемся, что никакой статьи нет. Давай. Давай. Тихо. Орел, а так? Орел. Ну, слава богу, хоть одно дело сделали. Алло, да, здесь, тебя. Кто? По-моему, жена. Меня нет, я уже сказал. Ты что, идиот зал такой? Что такое, что случилось? Слушай, займи ее на минутку, она там стоит у входа. Только смотри, не хами ее, спугнуй дважды два. Давай. Что случилось? Увидеться? Сейчас? Нет, сейчас это невозможно. Да у нас срочная работа, отчет. Что? Да, да, все в отпуске, вдвоем тут пластаемся. Ага. Нет, ну, что случилось? Что за спешка? Увидеться? Ребенок? Как это? Ты уверена? А, ну, я тебя поздравляю. Конечно, рад. Ну, что тебе, спеть, сплясать? Увидеться? Ну, ведь сегодня мы увидимся. Да подожди, ну, не сию же минуту он у тебя будет. Ну, вот уж и разобиделась. Увиделась. Ну, ведь. Увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ха, про Амартель Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Горьк ДимаTorzok Хорошо. Знаешь что, вот ты в следующий раз, ты шагу не сделаешь без моего совета. Да, 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 да. Ты будешь находиться под моим наблюдением. Не веришь? Ни одному твоему слову не верю. Странно. Я ведь тебе верю. А я тебе нет. Вообще-то, когда-то мы обещали друг другу верить. Друг другу, а не соседям. Когда-то. Мало ли что было когда-то. Вспомнил. А что, разве что-нибудь изменилось? Изменилось? Нет, что-то. Просто все прошло. Так, вот давай без паники. Кое-что изменилось, жизнь идет. Но у нас с тобой все на месте. А во всяком случае у меня к тебе. Все в целости и сохранности. Как шесть лет назад. Как в тот вечер. Надеюсь, ты его не забыла? Сейчас утро, а не вечер. Да брось. Ничего у нас не осталось. Подожди, подожди, подожди. Все нормально. А если что не так, мы все можем вернуть. В любой минуту. Да хоть сейчас. Да ничего мы не вернем. Не веришь? Сейчас ты в этом убедишься. Так, знаешь что? Закрой глаза. Сейчас ты все увидишь. Ну, закрой глаза. Ладно, можешь смотреть. Значит так. Та комната у нас была поменьше, верно? Да. О, окно. Окно стояло здесь. Стол. Точно? Стол стоял здесь. Стол стоял, по-моему, здесь. Что еще было? Кровать. Конечно, кровать. Так. Что у нас было? Вино. Было вино. У нас нет вина. А жаль. Что? Цветы. Конечно. Были цветы. А какие ты не помнишь? По-моему, подснежники. Я ведь пришел к тебе в апреле. В апреле. Ну, прекрати. Ну, не трогай. Лучше не трогай. Что значит не трогай? Этот вечер для меня святая вещь. И мы его с тобой вернем. Вот увидишь. Значит так. Я пришел к тебе с подснежниками. Нет, не здесь. Галина! Да? Нет, ну ты издеваешься. Да нет, подожди же. Подожди, подожди, подожди. Все нормально. Сейчас мы все, мы сейчас с тобой вообще все вспомним. Значит так. Окно. Окно стояло вот здесь. Здесь. Оно было раскрыто. Ты смотрела в окно. Смотри в окно. Ну, прекрати, ну не трогай. Так, а что еще было? Да ну, хватит. Ради Бога. Нет. Бога не было. Напротив была церковь. Конечно. То есть планетарий. То есть внутри планетария, а снаружи все-таки церковь. Помнишь, ты тогда еще сказала? Я хотела бы обвенчаться с тобой в церкви. А я что тебе ответил? По-моему, я тебя поцеловал. Так мы и сделаем. Значит сейчас так. Ты сейчас скажешь, что это про церковь, а я тебя просто целую. Оставь, пожалуйста. Да, не будем забегать вперед. Значит все по порядку. Так, ты смотрела в окно. Смотришь? Смотри в окно. Я пришел к тебе с подснежниками. Когда я вошел, ты оглянулась. Калина. 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 они сегодня утром. Боже мой, да ты сейчас не здесь, а там в тот вечер, понимаешь? Сосредоточься, пожалуйста. Очень тебя прошу. Я не опоздал. Спасибо. Пожалуйста. Кого ты тут высматриваешь, признавайся? Здравствуй, Витя. Витя, бывал ли ты когда-нибудь в церкви? В церкви? Да, разок мы заходили с ребятками по пьянке, а ты? А я с бабушкой за компанию. Да? Ну и как? Да ничего. Я хотела бы обвенчаться с тобой в церкви. Ты не лезь, пожалуйста. Так вот, не лезь, это не оттуда. Вспомни, пожалуйста, что ты тогда говорила. Вспоминай. Ну вот, видишь, оказывается, ты ничего уже не помнишь. Я запомню! Представь себе! Представь себе! Мы входим, поднимаемся по ступеням, а внутри так тихо, тишина, горят свечи, и все так торжественно. И все так торжественно. Точно. А потом я сел здесь и сказал тебе, что я тебе сказал, ты не помнишь? Не помню, но тогда ты волновался. Точно. Я волновался и сказал тебе, я не опоздал. Хозяйка дома. А, точно. Вот. Хозяйка дома. Ее нет, она на дежурстве. Хозяйка дома. Да. Тогда она действительно была на дежурстве. Значит, ее не будет. Значит, сегодня ее не будет. Верно? Ну, положим. Я сказала. Пойдем куда-нибудь. Неа. Ну, пойдем погуляем. А хочешь, хочешь, пойдем в планетарий? Ты ведь там ни разу не был. Нет. А хочешь, я провожу тебя до общежития? У-у-у. Ну, пожалуйста, пойдем куда-нибудь. Ты что, хочешь, чтобы я ушел? Нет. Ну, пойдем погуляем куда-нибудь. Ну, что же ты? А! Ну, никуда я не пойду. Никуда я не пойду. Почему? Потому что. Почему? Потому что я тебя люблю. А если мы погуляем немножко, разве ты станешь любить меня меньше? Нет. Но этого я уже не переживу. Ну, пожалуйста, пойдем куда-нибудь. Пойдем докажи, что ты меня любишь. Так. Так, так, так. Что я? Ну. Ну. Жить без тебя не могу. Нет. Так. Милая. Нет. Любимая. Да не то. Дорогая. Да ну нет, ну вспомни. Ну, не переживай, ты не можешь. Сейчас, минуточку. Сейчас, сейчас будет все на месте. Вспомню. Ну, давай. Иди ко мне. Нет. Ты не сказал мне самого главного. Ну, не важно. Ну, вспомни. Ну, я прошу тебя. Ну, пожалуйста. Да ладно. Да ну, вспомнишь ты или нет? Черт возьми, да мало ли, что мужчина мог вспомнить в такую и сказать в такую минуту. Ты все забыл. Вась, иди сюда. Нет. Иди сюда. Пусти. Ты. Вспомнили молодость. Ты у меня одна. Словно в дачи луна, Словно в степи сосна, Словно в гону весна. Нету другой такой, Ни за такой рекой, Ни за дума, В дальними странами, Чтобы будить метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь У колыбелью ночь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Ира. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, мне очень жаль, Субтитры подогнали Симон. 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 не ты видал подруга жизни да с ней не пропадешь да не говори подобралась у вас семейка и ты-то молодец старик старик ну тебя там не уволит старик ну ты видел у меня квартира горела у тебя на глаза да ну ты что ты не понимаешь что он понимает а ведь тебе телеграма танцуй что случилось умер отец когда вчера в шесть часов вечера батя батя если бы я знал галка умер отец да вчера 6 часов вечера у тебя есть деньги неси какие есть да жду тебя в конторе жду успеешь должен успеть пять часов самолетом там пароходом полсуток потом на автобусе надеюсь что успею да ну теперь он тебя не уволит что не уволит говорю такое несчастье за имеет права заткнись как ты идиот привет алики ну что грустны что невеселые соколики или выпить захотели алкоголь подожди ты а что случилось они разочаровались в жизни а может быть они правы жизнь в сущности проиграна алик что с тобой похмелье что ли головка болит замолчи дура они действительно не в духе заткнись тебе говорят оставь его ты зачем сюда пришла тебе чё надо она пришла со мной водить по учреждениям ты мог бы найти что-нибудь поприличнее ну и что ты ему ответишь ненавижу зиму зимой нельзя открыть окно и она так долго тянется зимой хорошо только здоровым и сильным не хочу умирать зимой хочется покинуть этот мир в цвету чтобы оставить о нем хорошее впечатление мир непросто совсем непросто нельзя в нем скрыться от буря от гроз нельзя в нем скрыться от буря от гроз скрыться от зимних вьюг и от разлук от горьких разлук привет галка проходи гости будешь привет витя привет дима не успеешь зайти домой зачем собраться я еду не на именины какие сборы все таки может быть что может быть мы поедем вместе нет нет решено я еду один я думала так будет лучше как если мы поедем вдвоем чем лучше тут ничем не поможешь сколько времени без 26 до свидания мне пора на самолет я загляну сюда мне надо немного выпить до свидания дима принеси пожалуйста водки видите почему твоя жена со мной не здоровается мне конечно все равно но невежливо как то с ее стороны сколько водки 200 ты еще здесь побуду с тобой пока ты здесь я хочу быть один ты понимаешь не понимаю мне казалось что именно сейчас именно сейчас я хочу остаться один понимаю твоему отцу я была чужая и тебе я давно чужая хотела сказать я получаю письма какие письма я получаю письма каждый день да от кого от друга детства конечно он меня любит так а как ты к нему относишься я не знаю но так как у нас так больше невозможно и ты решила сообщить не об этом именно сегодня но я тебе не нужна ну скажи правду и тебе не совестно у тебя шашни переписка черт знает что и ты это мне преподносишь именно сегодня именно в тот самый день когда у меня умер папа спасибо тебе утешила а ну прости но я виновата ну про кстати ну я больше не могу ну извините dai нет извини если виновата давай продолжаешь рассказывать что там у тебя с ним ,как рассказывай да мне нечего ну нечего нечего не знаю не знаю você молчала значит уже меня обманывала ну а что ты придумываешь ну Я придумываю. Да ты сама сказала, что ты не знаешь уже, кого ты любишь. Да ну это же не правда. Ты понимаешь, до чего ты дошлась? Чтоб такую женщину я привел на могилу своего отца никогда. Уходи, я не желаю тебя видеть. Да ты что говоришь? Пожалуйста. Ну ты сам не понимаешь, что говоришь. Пожешь ехать к своему другу детства. Желаю вам счастья. Что с тобой? Но я не давала ему никакого повода. Я ему давно не отвечаю. Я написала два письма. Два письма. Ну как ты можешь? Ладно, извини. Стой, извини. Я психанул. Должна понять, в каком состоянии у меня нервы. Это ты меня прости. Это я виновата. Да нет, нет, ты не обижайся. Я и чувствовал, что мне надо остаться одному. Ну, а теперь иди все-таки. Хорошо. И не сердись. Я не сердюсь. И... Когда вернешься? Когда? Когда-нибудь. Наверное, через недельку-полторы. Плохо только, что я тебя не собрала. Ну, ничего, я обойду. До свидания. Пима, сколько времени? Без пяти шесть. Закусить ничего не надо. Ничего. Выпей со мной. Спасибо, Витя. На работе я не грамма. Это мой закон. Ты знаешь. Ну, как? Считаешь, Деньки-то? Сколько там у нас осталось? Мотоцикл у меня на ходу. Порядок. Витя, а вот лодку надо бы просмолить. Ты бы написал хромому. Витя. Да? Я говорю насчет лодки. Написать бы туда надо. Я все сделал. Лодка на воде. Молодец. Да, ведь 18 дней осталось. Пустяки. О чем грустишь? Несчастье у меня, Дима. Что такое? Старика еду хоронить. Да, понятно. Дело печальное. Скверно, Дима. Хреново я был ему сын. За 4 года ни разу не навестил. Да. Теперь вот повидаемся. Сколько с меня? Рубль 60. Да, ведь я тебе должен 3 рубля. 3,20, Витя. Извини. На, вот возьми. 35 копеек с меня. Спасибо. Благодарю. Пока, Дима. Пока, старик. Держись. Не падай духом. Добрый вечер. Привет. Привет. Держись. Держись. Ой. Ну, как ты себя вела? А я послушная девочка. Я вела себя так, как ты велел. Ты умничка. Подожди. А та шпана у телефона. Ой. Они сумасшедшие. Сначала они не выпускали меня из телефонной будки. Да, вот мерзавцы. Да нет, они сумасшедшие. Я им говорю, пустите, а иначе я вас обругаю. А один такой говорит, знаешь что, пойдем, говорит, с нами. У меня сегодня день рождения. Ну, наверное, врет. А я ему говорю, я иду на свидание. Они говорят, а мы все равно тебя проводим. Ну, разве не сумасшедшие? А ты меня обманул. Ты не похудел ни капельки, но ты грустный. Я уезжаю. Когда? Прямо сейчас. Попрощаемся на самолет. Обязательно надо? Обязательно. Ну, тогда поезжай. А я буду тебя ждать. Долго ждать? Долго. Целую неделю. А это кто? Это. Это моя жена. Жена? Да. Я женат. Ну, ты потрясена, убита. Для тебя все кончено. Ну, можешь встать и уйти. Можешь назвать меня мерзавцем. Давай, делай, что хочешь. Ну, что ж ты молчишь? А, ты не знаешь, что говорят в таких случаях. Пожалуйста, я тебя научу. Нет. Что нет? Говорю тебе, я женат. Разве это ничего не меняет? Да. Это ничего не меняет. Все равно. Бедная девочка. Успокойся. Ты белая, как стенка. Все это ерунда. Слышишь? Да ерунда. Да, я женат. Действительно. Расписан в самом деле. Но мы с ней давно уже чужие люди. Друзья. Добрые друзья, не больше. Это правда. Ну, конечно. Я ведь мог тебе все рассказать в первый же день. Ну, зачем подумать? Если бы я хотел тебя обмануть, да я бы сейчас тебя обманул. Сказал бы тебе, что это моя сестра. Ой. Я сначала чуть не умерла, а потом подумала и поняла, что мне все равно, женатырь или нет. И мне стало страшно. Бедная девочка. Прелесть моя. Да ты понятия не имеешь, какая ты прелесть. Я есть хочу. Прекрасно. А давай-ка мы сейчас с тобой поужинаем и выпьем чего-нибудь. Верно? Давай. Так. Дима. А твой самолет? Что? Ты опоздаешь. А да, ты права, надо торопиться. Дима. Ты меня звал? Что-нибудь поесть и вина немного. Поесть что именно? А что ты желаешь? А что ты-то и я. Значит так. Без штексы, что-нибудь холодное. Вина в бутылку и коньяку 200. Все. А твой самолет? Я еду завтра. Ты все понял? Все ясно. Я еду завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты подала телеграмму? Да. Тебя встретят? Да, встретят. А ты уверена, что они дома? Они? Да. Кто-нибудь из них всегда дома. Пусть на охоту тебя сводят. По ягоды, по грибы. Дядя твой не охотник? По-моему, нет. А как там с охотой, ты не знаешь? По-моему, хорошо. Там прекрасный лес, озера. Поедем. Туда, на охоту. Данит, я пошутила. Я тебя не возьму. Отдыхать так отдыхать. Да, лучше разъедемся. Ненадолго. Да. Лучше разъедемся. Охота ведь скоро начинается. Поэтому бросаться сейчас на новое место не годится. Я целый год ждал, не могу торопиться и рисковать. Да, не надо торопиться и рисковать. Знаешь, ты меня не провожай. Чемодан легкий, возьму такси. Ну, как хочешь. Когда тебя ждать? Ждать? А разве ты будешь меня ждать? Конечно. Когда ты приедешь? Приеду когда-нибудь. Когда-нибудь? Что это значит? Ну, я пошутила. Приеду через месяц. Ну, все. Давай прощаться. Ты вспоминай меня иногда. Ну, привет. Привет. Будешь возвращаться, обязательно отойдите в телеграмму. Слышишь? Да. Обязательно. Рожкова, общежитие. Будьте добры, позовите, пожалуйста, из сороковой комнаты Рожкова Ирина Николаевна. Что? А никому идти не может быть. Я звоню по делу. Из института. Да, проректор. Проректор. Будьте любезны. Жду. Товарищ Рожкова, если не ошибаюсь, вас беспокоят из института. Да, проректор. Скажите, у нас тут к вам один вопрос. Вы комсомолка? Нет? А почему? Это не объяснение, товарищ Рожкова. Подождите, может, вы в Бога верите? А во что вы тогда верите? А кто по-вашему должен знать? Я, что ли? Серьезнее надо быть, товарищ Рожкова. Ну, хорошо. В институт мы вас все-таки принимаем. Да, принимаем. Даем вам стипендию повышенную. Знаете почему? За красивые глаза. Они ведь у вас голубые. Ну, здравствуй, радость моя. Ну, конечно, я. А ты поверь вам. Знаешь что? Давай-ка быстренько ко мне. Я один. Да, она уехала пока на месяц. Что? Не помнишь? Так я же тебе показывал. Очень просто. Второй от остановки, да. Зеленый балкон. Совершенно верно. Жду. Ты? А ты почему пришла? Я пришла, чтобы сказать тебе правду. Я уезжаю насовсем. Как насовсем? Это как понимать? Насовсем. Подожди. Это навеки, навсегда так, что ли? Да. Навеки, навсегда. И ты это серьезно? И давно ты это надумала? Да. Так. Выходит, ты сейчас... Так, у меня такси, извините. Подожди. Значит, ты смогла уехать и ни слова. Не смогла, как видишь. И ты уверена? Я опоздаю на поезд. Да плевать я хотел на твой поезд. Ты собираешься навеки и даже не поинтересуешься, что я об этом думаю. Ну все. Перестань. Нет, погоди. Навеки, навсегда. Прощай. Ты это выбросили с головы. Ты едешь ровно на месяц. На месяц. Я опоздаю на поезд. Да плевать я хотел на твой поезд. Я никуда тебя не пущу. Дай мне слово, что ты вернешься. Иначе я тебя никуда не пущу. Дай мне слово и оставь мне свой адрес. Ну какой тебе адрес? Какой? Твой, конечно, адрес твоего дяди. Какой еще? Я еду не к дяде. Что? А куда это ты едешь? Кому? К другу детства. К нему. Да. Ну тогда все я. Ну все, хватит. Перестань прикидываться, куда еду? К кому еду? Да тебе это все равно. И не делай вида, что тебе не безразлично. Тебе все безразлично. Все на свете. У тебя нет сердца. Вот в чем дело. Совсем нет сердца. А у тебя дрянь такая. У тебя есть сердце. Покажи мне его. Где оно? Ну показывай. Да пусти меня, ну. Пусти. Конечно, ты торопишься. Тебе не терпится наставить мне рога. Ну уж нет, черт возьми. Ты будешь сидеть здесь и не шевелиться. Поняла, шлюха? Эй, шеф, шеф. Будьте добры. Позовите, пожалуйста, водителя. Да, если он подойдет, пускай поднимется на пятый этаж. Да, спасибо. И пускай захватит с собой чемодан. Открывай. Открывай, я говорю. Открывай немедленно. Открывай, хуже будет. Слышишь? Открой. Открывай. Никуда ты не уедешь. Слушай, ладно, открой. Я тебя не трону. Этого друга детства, слышишь? Я его убью. Не забывай, ты моя жена. Когда я тебя такое услышал, я просто удивляюсь, как я тебя не задушил. Ты никуда не уедешь. Это просто немысленно. Ладно, ладно. Слушай, я хочу поговорить с тобой откровенно. Я давно с тобой не говорил откровенно. Вот в чем беда. Я сам виноват, я знаю. Я сам тебя измучил. Но поверь мне, мне самому опротивила такая жизнь. Ты права, мне все безразлично, все на свете. Что со мной делается, я не знаю. Не знаю. Возможно, у меня нет сердца. Да, да. Да у меня ничего нет, кроме тебя. И знаешь почему? Ну что у меня есть? Друзья. Да нет у меня никаких друзей. Женщины. Да, они были, но зачем? Поверь мне, они мне не нужны. Что еще? Работа моя, что ли? Господи. Да ты сама подумай. Разве можно все это принимать близко к сердцу? Я один-один. Ничего у меня нет, кроме тебя. Помоги мне. Давай уедем куда-нибудь. На чем все сначала? Не такие уж мы и старые, слышишь? Слышишь? Да. Хочешь, я возьму тебя на охоту? Хочешь? Хочу. Вот и прекрасно. Ты увидишь. Ты увидишь там такое. Тебе такое не снилось. Клянусь тебе. Я повезу тебя на лодке. Ведь ты даже ее ни разу не видела. Нет? Я повезу тебя на тот берег. Ты хочешь? Вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Но учти, мы поднимемся с тобой рано, еще до рассвета. Ты увидишь, какой там туман. Мы поплывем в нем, как во сне, неизвестно куда. А когда поднимается солнце. Боже мой. Это такая красота. Это как в церкви. Даже почище, чем в церкви. А ночь, это такая тишина. Знаешь, тебя там нет. Ты еще не родился, и ничего нет. И не было, и не будет. И вот так ты увидишь. Обязательно. Конечно, стрелок из меня не важен. Но разве в этом дело? На охоту я не взял бы с собой ни одну женщину. И знаешь почему? Потому что я тебя люблю. Ну, открой же мне. Открыть? Да. Разве ты закрыт? Да. Самое интересное. А что ты на меня так смотришь? Черт возьми. Черт возьми. Это... Это... Ты? Да. Да ты просто королева. Какое платье? Надо же. Это? Да. Где ты его взяла? Так оно же старое. Я вчера в нем была и позавчера. Да, не может быть. Да. Нет, такую я тебя еще ни разу не видел. Правда? Да. А кто тебя закрыл? Закрыл? А кто меня закрыл? Ах, сосед. Взрослый человек все придуривается. Скажи, а ты на самом деле так меня любишь? Как? Ну, вот так, как ты сейчас говорил. А, да, да. Ой. Что, ты сомневаешься? Нет. Даже не верится. Ну, почему? Я тебя ждал. Ну, откровенно говоря, конечно, я тебя увидел в окно. А? Слушай, а твоя охота, она далеко? Да, да, очень далеко. Безумно далеко. Ой. Отец тоже брал меня на охоту. И мы с тобой обязательно туда поедем. И не важно, поступлю я или нет. А когда? Что, когда? Когда мы поедем с тобой на охоту. На охоту? Ха-ха. Ха-ха. Что ты смеешься? Что с тобой? Почему ты смеешься? Да так, я кое-что вспомнил. Ничего, ничего. Сейчас. Вот и все. Ты не надо мной смеялся? Нет, что ты. Так просто один анекдот вспомнил. Анекдот? Да, очень смешной. Вчера в конторе рассказал. Рассказали. Такой смешной анекдот. Надо же. Так бывает вспомнить. А расскажи. Что рассказать? Анекдот. Не хочу. Ну расскажи. Так, муж уехал в командировку? Нет. Жена уехала. В командировку. Расскажи. Нет. Ну почему? Потому что тебе нельзя. Это мерзкий анекдот. Нехороший, понимаешь? Ну когда мы поедем с тобой на охоту? Скоро. Да когда мы поедем с тобой на охоту? Скоро поедем. Скоро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дима, я больше не могу. Да, не могу я больше. Нет, ждать я тебя не буду. Не буду. Ладно, бог с тобой, с твоим мотоциклом. Да, как-нибудь, подождю. Да, прямо сейчас. Да, до ключей автобусом, а там пешком. Что, ты не знаешь, как ходят пешком? Правильно, значит, ты еще не забыл. Что, лодка? Ну, как всегда, пожалуйста. Да нет, лодки мне не жалко. Зря беспокоишься. Ну, как всегда, пополам. Конечно. Ну, моя, ну и что из этого? Дима, минутку. Минуточку. Дима, я хотел тебя спросить. Да. Слушай, не ты ли это двинул мне вчера по морде? Да вот никак не могу вспомнить. Да при чем тут подозрения? Просто спрашиваю. Не ты? Ну, ладно, извини. Так интересно все-таки. Ну, еще раз извини. Не придавай этому значения. Ладно, там увидимся. Увидимся там. Пока. Дорогой Аль, выражаем глубочайшие соболезнования по поводу безвременной кончины нашего лучшего друга Зилова Виктора Александровича. Группа товарищей. Группа товарищей. Ну, ну. Алло, общежитие. Будьте добры, пожалуйста, позовите из 40-й комнаты Рожкову Ирину Николаевну. Что? Давно? С вещами? Минуточку. Поступила она в институт, вы не знаете? А у вас есть телефон приемной комиссии? Приемная комиссия вас беспокоит из редакции. Кузаков. Да, Кузаков. К вам на первый курс поступала Рожкова Ирина Николаевна. Да, Рожкова. Факультет английского языка. Что с ней? Поступила она или нет, вы не знаете? Что, забрала документы? А давно? Минуточку, у меня к вам большая просьба. Если она еще раз случайно к вам зайдет, но вдруг, то передайте, что звонил Зилов. Да, Зилов. И что он умоляет ему позвонить. Да, умоляет. Так и передайте. Уехал. Пurь не грозь, Он не боюсь, я не бури, не грозь, не страшен холод, не страшен сной, если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты себя не грусти, Когда пусто не лета на пути, С любой островы, с любой края, Ведь у меня есть и у меня всё. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как? Нормально? Праздник у нас или нет? Сколько будет человек? Семь, семь персон. Кто да кто? Всё те же, друзья. А кто же ещё? Откровенно говоря, я и видеть-то их не желаю. Поссорился? Поссорился? Да вроде бы да, а может и нет. Да разве и у нас разберёшь? Ну вот мы с тобой, друзья и друзья. А я, допустим, беру и продаю тебя за копейку. Потом я тебе встречаю и говорю, Слушай, говорю, старик, у меня тут завелась копейка, Пойдём со мной. Я тебя люблю и хочу с тобой выпить. И ты идёшь со мной, выпиваешь. Хотя ты прекрасно знаешь, откуда взялась эта копейка. Но ты идёшь со мной, потому что тебе всё до лампочки. Откуда взялась у меня эта копейка, тебе тоже наплевать. А завтра мы встречаемся и всё сначала. Вот ведь как. А ты, говоришь, поссорился. Да просто я не желаю их видеть. Тогда зачем ты их пригласил? Так, для души. Не понимаю. Для полноты счастья. Ну, сам подумай. Сегодня я вижу эти рожи, а завтра я уже на охоте. Чё делишь, старичок? Дима, давай-ка завтра выйдем пораньше. Часиков бы в шесть, а? Если выйдем рано, к вечеру будем на месте. Успеем. Официальная охота разрешается послезавтра. Так в том-то и дело. Значит, завтра нам нужно быть там. Иначе мы пропустим первое утро. Не волнуйся, мы успеем. Чёрт возьми, какие-то сутки. И мы с тобой в лодке, в тишине, в тумане. У меня предчувствия, Дима. На этот раз мне повезёт. Витя, предчувствия по боку. Если не можешь стрелять, предчувствия не помогут. Как мазал, так и будешь мазать. Дима, ну сколько я могу мазать? Неужели и в этот раз? А я тебе сто раз объясняю. Мазать будешь до тех пор, пока не успокоишься. Успокойся, не волнуйся, Дима. Шутишь ты надо мной, что ли? Я понимаю, нужен глаз, рука, как у тебя. Витя, и глаз у тебя нормальный, и рука на месте. Но когда идёт до дела, ты не стрелок. А почему? Потому что в охоте главное, как к ней подходить. Спокойно или нет. С нервами или без нервов. Ну вот, сели на воду. Ты что делаешь? Как что я делаю? Ну вот, ты уже вскакиваешь. А зачем? Ведь это как делается? Спокойно, ровненько, аккуратненько, не спеша. Да? В лёд тоже не спеша. Зачем? В лёд бей быстро. Но опять же, полное равнодушие. Ну вот, как сказать. Ну, вроде бы они летят не в природе, а на картинке. Но они ведь не на картинке, они живые. Витя, живые они для того, кто мажет. А кто попадает, они уже мёртвые. Ясно. На этой трассе выйдет вот так, ты увидишь. Ну, посмотрим. Только бы погода не испортилась. Ну, не может быть. Витя, Витя, кажется, у тебя жена уехала. Точно. Говорят, ты один остался. Если ты насчёт ключа, я не один. Я живу с невестой. С невестой? Неплохо сказано. А что ты ухмыляешься? Может, ты с ней спал? Да нет. Чего это? Я ничего. Ты не ухмыляйся, когда не следует. Невеста как невеста. Я на ней женюсь, понял? Да разве я против? Хозяин-барин. Как обычно. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай. Чего это? Привет, Алеки. Привет, привет. Привет. Смотрите, какой он сегодня шикарный. Красавчик. Именинник. Принц! Ладно, не болтайте, прошу к столу. Алик, будь добр, поставь их в вазу. Слушаюсь. Ты с ним знакома? Знакома, к сожалению. Ты лучше ее спроси, с кем она тут не знакома. А он мне не нравится. Мне тоже, Коля. Но делайте вид, что я его не знаю. Зачем? Бросьте, ребята, он отличный парень. А ты, кажется, ей ревнуешь. А ты прав. Ревную. А что в этом плохого? Да. Черт возьми, какие нежности. Слушай, а ты на ней женись. А ты знаешь, я так и сделаю. Серьезно? Конечно. А ты что-то имеешь против? Я против. Ну что ты, благословляю. Привет, Алики. Прошу к столу. Проходите. Сюда, Вадим Андреевич. Да, я, пожалуй, и сяду здесь. Рядом с отпускником. Ну, все в сборе? Вот и прекрасно. Сейчас придет моя невеста. Невеста. А что, вас это не устраивает? Ну, во всяком случае, новость. У тебя невеста? Да, невеста. Раз у тебя есть жених, то почему бы? Ну, хорошо, хорошо. Невеста, так невеста. Значит так, сейчас придет моя невеста, и мы будем с вами выпивать. Давненько мы с вами не выпивали, а? Вадим Андреевич. Действительно, да. Ну, вообще-то я по этой части не особенно. Ничего не известно. По-моему, вы пьете дома. По ночам. Ха! Такая глупость. Вадим Андреевич. Единственный здесь мужчина, которого нельзя назвать пьяницей. Добрый вечер. Ну вот, прошу любить и жаловать. Ее зовут Ирина. Знакомься, это Вадим Андреевич. Очень приятно. Мой шеф, руководитель, стало быть. Большой либерал. Это Саяпин, тоже крупный деятель. Его боевая подруга. Дальше Кузаков. Жених, как я только что выяснил. А это, в общем, ты сама видишь. Тоже, оказывается, невеста. Все они мои лучшие друзья. Я очень рада. Они тоже, тоже очень, очень рады. Правда? Все довольны. Вот и прекрасно. Значит так. Сейчас мы будем с вами пить заутиную охоту. Предупреждаю, сегодня вы будете пить только заутиную охоту. Исключительно. Виктор, я понимаю, охота это твое хобби. Хобби? Какое еще к черту хобби? Хобби. Да ты со своей охотой совсем помешался. Действительно, Виктор. Ну, как-то мы же твои гости. У каждого есть свои увлечения. Да, сегодня вы будете пить только за охоту и никаких. А если нет, то какого черта вы здесь собрались? Виктор, я не понимаю, ты чего добиваешься? Ты хочешь, чтобы мы ушли? Да нет, нет, нет. Витя шутит. Он шутит, как обычно. Ну что, не знаете его? Не, не, не. Подожди ты. Только посмотри на эту компанию. Какие они все серьезные. Они даже не выпивают, не закусывают. У них совсем другое на уме. Они пришли учить меня жить. Мне это уже надоело. Надоело? Ну, конечно, ведь ты не привыкла к длинным разговорам. Перестань. Подожди, ты не знаешь, это такие порядочные люди, что им просто стыдно сидеть со мной за одним столом. А, Верочка, ведь ты умираешь от стыда. Ты ведь у нас невеста. Так, что случилось? Подожди, слушай, сколько я тебя знал. Ты всегда был мелким шкодником. А что случилось? Чего доброго? Ты устроишь здесь настоящий скандал? А мы будем ждать? А может, лучше пойдем отсюда? Нет, 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 подождите. Дайте нам на вас полюбоваться. Вы же такая замечательная пара. Вас надо по телевизору показывать, особенно невесту. Так, ты еще не наговорился? Да нет, вы меня не смешите, невеста. Вы спросите-ка ее лучше, с кем она здесь не спала. Виктор, да не трогайте. Он говорит правду. Да как вы можете? Да он совсем рехнулся со своей двустволкой уже на болоте. Виктор, ты забываешься, ты не в лесу. В конце концов, здесь общественное место, здесь семейные люди, здесь девушки. Ах да, конечно. Семья, друг семьи, невеста. Прошу прощения, перестаньте. Кого вы здесь обманываете? Для чего? Для приличия? Так вот, я хотел плевать на ваши приличия. Ваши приличия мне противили, понятно? Виктор! Виктор, я далеко не ханжа, знаешь ли. Что? Но это уже слишком... Конечно, да вы же пришли провести вечер. Тихо, мирно, благородно. А тут такое безобразие. А ну-ка, лучше-ка скажите-ка откровенно, зачем вы сюда пришли? Молчите. Я вам скажу, зачем вы сюда пришли. Вам нужна девочка. Вот зачем вы сюда пожаловали. Виктор! Виктор! Не шуми, старик, шуметь не разрешается. Прекратите. Хулеран. Виктор! Не шуми. Да хватит вам валять, дурака, сколько можно. Нужна девочка? Так и скажите. А? Нужна-то, выбирайте. Вот эту. Вот хоть эту. Виктор, прекрати. Ну вы же друг семьи, так в чем же дело? Он же вам уступит с удовольствием. Ты чего? Да, Витя, замолчили, я уйду, хам. Ну что ты стоишь, не видишь, нас оскорбляют. Спокойно, у нас не разрешается. Так что же вы, выбирайте. Виктор! Виктор, перестань, хам. Уходим отсюда. Ну иди, стойте. Вот вам еще, еще одна. Чего? Рекомендую, 18 лет. Прелестное создание. Хватайте. Ну, что же вы, растерялись? Думаете, ничего не выйдет? Да ерунда. Все это делается запросто, поверьте мне. Спокойно, спокойно. Пойдемте с нами. Вот, вот, забирайте ее и уходите отсюда. Пошли вон. Вон, подон. Придурок. Браконьер, ты. Пошли вон. Вот и прекрасно. Катитесь ко всем чертям, подонки. Алики. Браконьер. А чтоб вам пусто было. И ты убирайся вместе с ними. Кого-кого, а девушку ты зря обижаешь. С такой милой девушкой я бы на твоем месте так не разговаривал. А ты еще кто такой? Ах да, лакей. И ты туда же. Ладно, хватай ее. Хватай, если она тебе нужна. Мне плевать. Она такая же дрянь. Точно такая же. А нет, будет дрянь. У нее еще все впереди. Отключился. Сам не понимает, что говорит. Ну, чего ж ты на меня так устарилась-то? Че тебе надо? Слушай, ты лакей. Забирай ее и уходите. Уходите. Я вас видеть не желаю. Я вам не верю, понимаете? Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Я спрашиваю, я лакей? Ты? Конечно. А кто же ты еще? Хорошо, что вы вернулись. Где он? Готов. И рогом не шевелит. Герой. Помоги. Я с них таскаться не собираюсь. По долгу службы. Очнись, скандалист! В чем дело? Пошли домой! Домой? Нет. Что я там не видел? Я не хочу домой. Я остаюсь здесь. Здесь сейчас. Решено. Уже ночь, чучело. Ночь. Слышишь ты? Ночь. Ночь? Где она? А где? А где ночь? Где она? Где ты ее видишь? Где ночь? Где я тебя спрашиваю? А где моя невеста? Где она? Где она? Отвечайте! А ну-ка верните-ка ее. Верните! Мы обвенчаемся с ней в планетарии. Дождь пошел. Куда вы меня везете? В планетарии. Сочетаться с законным браком. Я не хочу. Слушай, хулиган, ты завтра едешь на охоту. На охоту? Да, да, на охоту. На охоту мы сейчас. Надо торопиться. Труп. Труп? Ну да. Покойничек. Покойничек. Труп. А мы ему устроим. Что устроим? Вот такой сюрприз. Покойничек. Татьяна. Т Station. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не приводит Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот и прекрасно. Я вас жду. Продолжение следует. 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 Спасибо, Витя. А если что? Считай, что на твоем. Берите. Все, берите. Старик, ты с ума сошел. Да вы все уже поделили. Вы же рады моей смерти. Рады. Врешь. Что? Я еще жив, а вы уже слетелись. Мало вам своего, да? Мало вам места на земле. Врешь, врешь. Ты можешь взять себя в руки. Можешь? Я? Да. Могу. Вот. Можешь, я тебя взял. Дай сюда. Стоять. Уходите. Теперь вы ничего не получите. Ничего, ясно? Серьезно? Уходите. Брось, старичок. Убирайтесь. Никуда я не уйду. Я тебе уже говорил, не уйду пока. Уходим. Не уйду. Стрелять буду. Стреляй. Ружье заряжено. Вот и прекрасно. Так будет лучше. А теперь опусти ружье. И ты убирайся. Живо. Стреляй. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok